Добрый день, дорогие читатели! Сегодня мы с вами обратимся к замечательному сборнику «Удивительные истории о бабушках и дедушках», куда вошли мудрые, трогательные, необычные рассказы современных российских писателей, среди которых сатирическая драма о любви и теньках или о любви к тенькам Александра Цыпкина. Александр Евгеньевич родился в 1975 году в Ленинграде, окончил факультет международных отношений. В 2015 году дебютировал в литературе со сборником рассказов «Женщины непреклонного возраста» и другие беспринципные истории. В 2020 году на экраны вышел сериал «Беспринципные», снятый по произведениям Александра Цыпкина. В центре рассказа сатирическая драма о любви и теньках или о любви к тенькам – история мальчика, который отложил свои накопленные деньги бабушке. Что произошло дальше, сейчас узнаем. Не думал, что когда-нибудь сознаюсь в этом детском грехе. Сюжет простой. Я дал долг бабушке, и дьявол чуть не купил мою душу за 12 рублей. Но по порядку. Было мне 11 лет. Все шло хорошо. Без денег я предпочитал красные десятки, хотя давали мне в школу максимум желтоватые рубли. Копейки и вовсе за деньги мною не воспринимались. Но лишь до тех пор, пока я не получил подарок – копилку. Опустив Борова первую монету, я сразу же лишился рассудка. Откуда-то взялась патологическая жадность и развился слух. Тратить деньги я перестал в принципе. А звон выпавшего из кармана чужого медика слышал за несколько километров. Мне до дрожи в пятках хотелось поскорее наполнить синоподобный сундучок и посчитать сокровища. Я даже начал взвешивать копилку на бессмене, чем немало озадачил родителей, которые не понимали, как можно перевести силу тяжести в деньги. Незадолго до окончательного заполнения фарфоровый сейф переехал ко мне в кровать. Я засыпал и просыпался с ним в обнимку, так как боялся, что чудовища, которые не живут под кроватью уже пару лет как, вернутся и украдут накопленное. Наконец наступил день М. Я торжественно расколотил ларец, растекся между монетами, выплывал каждую, пересчитал их несколько раз, разложил по номиналу и достиг нирваны. Ненадолго вернувшись в реальный мир, я задумался, как же все это поменять на бумажные деньги. Малолетнему Скряге пришлось обратиться к бабушке, которая умилилась и согласилась помочь. Следующим вечером она сообщила, что произвела обмен, но попросила эти деньги на пару дней в долг. Я был горд, профинансировал практически главу семьи. Проценты брать не стал. Еще через день бабушка попала в больницу, чем я узнал из случайно услышанного разговора родителей. Я, как мне кажется, не самый плохой человек и уж точно был хорошим ребенком. Близкие меня любили, и я их любил. Заботился о них, рисовал им открытки, читал с табуретки стихи, писал про семью в стенгазете, гордился ею, ценил. Но в тот момент, когда я услышал о бабушкином несчастье, темная сторона силы сдула все ростки добродетелям с поверхности моей души. А что будет с моими деньгами, если... Раскочила мысль. Я загнал ее в самый дальний угол головы, но и оттуда она сверкнула пурпурно-фиолетовым. Мне было очень стыдно, мерзко и противно. Ох уж эти терзания порядочного человека, которые мешают спокойно совершать непорядочные поступки. Но мое и всеобщее счастье скоро выяснилось, что жизни бабушки ничего не угрожает. И я вновь стал ощущать себя достойным сыном своих родителей, пока не подслушал, что у бабушки после случившегося могут быть проблемы с памятью. Пока вопрос стоял, жизнь или смерть, свет, разумеется, побеждал. И я не думал о деньгах, если не считать ту первую молнию сомнений. Но теперь дьявол занялся мною всерьез. Я живо представила себе, как здоровая и невредимая бабушка возвращается домой. Все счастливы. Она помнит обо всем, кроме своего долга. Испаленное воображение нарисовало мне именно такую картину частичной потери памяти. Лучше бы она про что-нибудь другое забыла, например, про тройки в четверти или про разбитую вазу. Но ведь не вспомнит именно про деньги. Уж я-то чувствую. Пару дней я провел подробно, изучая амнезию по имевшейся в доме медицинской литературы. Полученные знания меня не порадовали. Настроение ухудшилось до предела. Ждать исхода не представлялось возможным. Я напросился на визит в больницу. Разумеется, признаваться в посещавших меня страхах в планах не было. Но как-то прояснить ситуацию с бабушкиной памятью хотелось. По дороге я провел разведку. «Папа, а что, бабушка меня совсем может забыть?» Голосом полным трагического сочувствия поинтересовался я у отца-врача. «А что ты натворил?» отреагировал отец, знавший, с кем имеет дело, и ни капли не поверивший в мою сентиментальность. «Я ничего, просто так спросил». Изобразить научный интерес очевидно не получилось. «Ты не волнуйся, я, если что, про тебя напомню». После этой фразы я замолчал до самой палаты. «Но вот зачем мы ребенка в больницу притащили?» Бабушка была достаточно водра. «Сам вызвался», — сказал папа. «Спасибо, Сашун, мне очень приятно». «Как дела?» «А вот мне не было очень приятно». Вновь я испытывал стыд и самобичевание. «Спроси, спроси ее про дни перед больницей», — шептал в ухо внутренний демон, державший в руках коньки, на которые я собирал деньги. «Хорошо», — выбегал я. «Очень твоей памятью интересовался», — огрел дубиной и меня, и демона смеющийся отец. Я мгновенно вспыхнул. «Моей памятью», — удивилась бабушка. «Я ненавидел себя, весь мир, деньги, коньки, копилки и особенно папу». «Ага, вероятно, рассчитывает, что ты о чем-нибудь забудешь. Уж слишком тревожный голос у него был, когда спрашивал». Отец убивался моментом, не подозревая, насколько далек был от истины. «Слушай, а может, у меня и правда с памятью проблемы?» «Сами напомни, что я должна забыть. Я не буду ругать. Просто я грехов за тобой не помню последнее время». Если бы я тогда знала, что такое сюрреализм, то точно бы охарактеризовал ситуацию этим словом. Я уже почти рыдал. «Ты ничего не должна забыть. Я просто так спросил, когда услышала про болезнь. Я же все изучаю». Это была правда. Я практически жил внутри большой советской энциклопедии, если вдруг узнавал о чем-то новом. «Да ладно, успокойся ты. Ну, забыла, значит, забыла. Считай, что тебе повезло». С улыбкой нельце успокоила меня бабушка. При этой фразе демон внутри меня начал смеяться. «Я же был готов взорваться. Повезло!» «Я пошел в туалет», объяснил я свой ухоп голосом, дрожащим от обиды и разочарования. «Деньги, зло! Я тону во вранье. Я больше никогда, никогда!» Вот такие мысли крутились в моей голове всю дорогу из больницы домой. Я поклялся не давать долг больше, чем готов потерять. Вечером папа сдал мне мелочь, как это периодически происходило в последний месяц, и спросил, «Когда копилку-то разбиваешь?» Мне стало совсем нехорошо. В списке моих никогда более ложь находилась на первом месте. Но рассказать отцу о судьбе накоплений в нынешних обстоятельствах означало бы катастрофу. Положение было полностью безысходным. Похолодевшими губами я пролепетал. «Я ее уже разбил, так что мелочь больше не нужна. Спасибо!» «И сколько насобирал?» Не отвлекаясь от книжки, поинтересовался отец. Его равнодушие так диссонировало с бурью внутри меня, что мне казалось, этот контраст осязаем и виден невыраженным взглядом, как парашют штирлица в известном анекдоте. «Двенадцать рублей!» Обреченность чувствовалась в каждом слове. «Куда дел?» Я как раз в тот момент читал «Колодец и маятник» Эдгара По. В рассказе инквизиция создала комнату, в которой стены сжимаются и загоняют жертву в бездонный колодец. «Долг дал!» Выплаз ответ. «Господи! Если он не спросит, кому?» «Я обещаю тебе!» «Ну, в общем, все обещаю, что хочешь!» Пронеслось у меня в голове. «Кому?» Папа отвлекся от книги и посмотрел на меня с неподдельным любопытством. «Бога нет!» «Окей!» Я опустил глаза, обмяк, усох и начал сознаваться. «Баба!» Вдруг зазвонил телефон. Я рванул к нему. «Алё!» «Сань!» «Это бабушка!» «Папа дома!» «И, кстати, не забудь у меня свои 12 рублей забрать, когда в следующий раз придёшь!» «Да мне не гори!» Отщёк можно было прикуривать в тот момент. «Папа!» «Тебе!» За время их разговора я стремительно почистил зубы, разделся, лёг спать и, поняв, что не заснул, учился изображать спящего. Папа так не заглянул. Я вошёл в роль и вырубился. Эпилог. Через два дня я заехал к бабушке, собрал деньги, положил их в варежку, которую немедленно оставил в трамвае. Я не удивился и не расстроился. В графе «Уроки» стояла оплачено. Вот такой поучительный, ироничный рассказ мы с вами прочитали. В Центральной городской библиотеке имени Ломоносова есть и другие произведения Александра Цыпкина. Пожалуйста, приходите и читайте хорошие книги. Спасибо за внимание. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok